Мы в Антарктиде уже 25 дней. Пройдено почти 4000 километров бездорожья ледяной пустыни. Мы уже покорили два полюса из трех полюс недоступности и Южный географический полюс. До этих пор все поломки удавалось устранять, а все конфликты решать. Но чем дальше, тем больше накапливается усталость. Нам осталось достичь последнего полюса. Абсолютного полюса холода Земли. Вблизи него расположилась знаменитая станция «Восток». Получится ли у нас? Хватит ли сил машинам и людям на финальный рывок? Более полутора тысяч километров до станции «Прогресс» на восточном побережье Антарктиды. Вновь дало о себе знать колесо с бракованным диском. Мороз и постоянные ударные нагрузки разрушили эпоксидную заплатку и увеличили трещину в металле. Мы сначала такими методами, там, клеем хотели заделать эпоксидкой, он дальше продолжал. Когда раз в сутки качали, ничего. А когда начали качаться каждый час, тогда решили это все в сварочной работе устроить. Сварка в самом сердце Антарктиды. Ремонт диска занял более четырех часов, зато теперь не придется лишний раз останавливаться, чтобы накачать колесо. А теперь 20 приседаний. И меряем пульс. До востока остается почти 200 километров. Это один дневной переход. После очередной ночевки обнаружена еще одна поломка. Что за утренние процедуры? Снимаем привод поменять пыльник. Лопнул на морозе. Самое интересное, что напряженность в отношениях потихоньку сходит на нет. Потому что все хотят добраться до станции Восток вовремя, а значит, приходится договариваться. Сейчас главное – побыстрее закончить ремонт. Поэтому каждый делает все, что от него зависит. И даже больше. Когда уже казалось, что ремонт закончен, Василий Елагин неожиданно получил травму. Домкрат сорвался и металлической частью ударил его по лицу. Кристина прошла перед поездкой курсы первой медицинской помощи. И теперь Василий Елагин находится в ее заботливых руках. Кстати, на борту «Емель» есть все необходимое, включая реанимационное оборудование и дефибриллятор. Давно не получал. Это классический эпидеметр. Ну раз знаете, а что ж так это неаккуратно? Второй комсет. Даже на самой маленькой полярной станции всегда есть два врача. Почему? Потому что в 1961 году врач станции «Лазарев» Леонид Иванович Рогозов сам себе вырезал аппендикс. Ситуация была критическая, медлить было нельзя, и Рогозову ассистировали три человека. Метеоролог подавал инструменты, инженер-механик держал зеркало и светил лампой, а начальник станции должен был сменить одного из ассистентов, если тот потеряет сознание. Это была вторая автооперация в истории. Первую провели американцы в порядке эксперимента, а наши делали в критической ситуации. Подумаешь, маленькой железной трубой ударяет. Со страшной сизой. И все. Брови-то густые. Брови густые, характер говеный. Спасибо большое. Нам снова повезло. Травма оказалась не опасной. А значит, мы можем продолжать наш путь на восток одной из самых труднодоступных станций Антарктиды. Требуются люди для участия в рискованном путешествии. Маленькое жалование, пронизывающий холод, долгие месяцы полной темноты, постоянная опасность, благополучное возвращение сомнительно. В случае успеха – честь и признание. Сэр Эрнест Шеклтон. После покорения Южного полюса пересечение всего материка остается единственной крупной целью антарктических путешествий, по мнению Эрнеста Шеклтона. За его плечами уже три экспедиции. Он планирует еще одну – имперскую, трансантарктическую. Однако на подступах к Антарктиде корабль Шеклтона «Эндьюранс» застрял в плотных льдах. «Эндьюранс» в переводе «выносливости» не удалось продолжить плавание. Покинутый людьми корабль очень быстро раздавило льдами. После двух безуспешных попыток начать поход в сторону ближайшего берега разбили лагерь. Его назвали «Лагерь терпения». Люди проведут на нем более пяти месяцев, когда продукты стали подходить к концу, на мясо стали забивать собак. 8 апреля 1916 года льдина, на которой расположился лагерь, раскололась надвое. И на следующий день команда оказалась в спасательных шлюпках посреди океана. Пятидневный морской переход привел команду к острову «Элефант». До ближайшей суши, населенной людьми Южной Георгии, было 1480 километров. Шеклтон с командой из пяти человек отправился в рискованный путь за помощью. 17 дней они боролись с ураганным ветром и штормовыми волнами. Маленькая лодка, не предназначенная для подобного плавания, в любой момент могла опрокинуться под весом намерзающего льда. А когда экипаж успешно доплыл до Южной Георгии, им пришлось преодолеть еще одно препятствие – переход через горы, без точных карт и каких-либо средств навигации. Все спаслись. Через 36 часов Шеклтон и двое его спутников сумели достичь цивилизации. А еще через три месяца чилийский пароход подобрал оставшийся на острове экипаж. 497 дней. Столько длился дрейф и последующий за ним ледяной поход экспедиции Шеклтона. Территория, где расположена станция «Восток» – самое холодное место на планете. Именно здесь была зафиксирована рекордно низкая температура за всю историю метеонаблюдений – минус 89,2 градуса. Расположена станция на высоте 3488 метров над уровнем моря, а значит, впереди все прелести высокогорных условий. Низкое давление и нехватка кислорода. Ворачивай, ворачивай, ворачивай. Красиво! Здравствуйте! Наши встречали от души, просто встречали наши, наши. И это было приятно, и это было действительно хорошо. Это было тепло, вот это душевное тепло. И, конечно, не передать словами. Мы достигли третьей цели нашего путешествия. Это одно из самых удивительных мест в Антарктиде. Это единственная российская полярная станция, которая находится в глубине континента – станция «Восток». Появилась она благодаря решению советского правительства установить полярную станцию на геомагнитном полюсе Земли. Но с тех пор геомагнитный полюс двинулся далеко в сторону. И тут выяснилось, что именно здесь находится полюс холода. А во-вторых, прямо под нами, на глубине более 3000 метров, находится подлёдное озеро «Восток». Пятое по величине в мире возрастом от 10 до 33 миллионов лет. На станции «Восток» постоянно находятся 25 человек. Они занимаются научными исследованиями и обеспечением самой станции. Условия, в которых им приходится это делать, близки к экстремальным. Зимовка на «Востоке» сродни подвигу. «Восток» — это самая суровая с точки зрения условий жизни и работы полярная станция на свете. Во-первых, её занесло более чем 3-х метровым слоем снега. Кстати, вот этот тоннель длиной 40 метров, ведущий к главному входу в одиночку, выкопал полярник Володя Соляник. Поэтому он называется «Улица Соляника». Во-вторых, низкие температуры. Минус 70, минус 80 градусов здесь норма. Существует даже клуб 200. Когда, протопив баню до 120 градусов, обитатели станции выбегают на улицу при минус 80 и падают в снег. Перепад 200 градусов по Цельсию. Антаркида, станция «Восток». 28 число, август. Пятый час утра. На улице минус 82. В-третьих, высота 3500 метров и аномально низкое давление. Мы с вами привыкли, что оно должно быть 760 миллиметров ртутного столба. А здесь 460 на 300 миллиметров ниже. И это еще не все. 10 месяцев в году «Восток» практически полностью изолирован от внешнего мира. В случае что, нельзя будет вызвать даже авиацию. В полярную ночь при минус 55 снег по своим физическим характеристикам становится как песок. И самолет при посадке просто перевернется. И знаете, о чем мечтают полярники, особенно в преддверии Нового года? О том, что им построят новое здание станции. Потому что говорят, ну неудобно, право слово. Ну что мы вам, шахтеры, что ли? Здание станции «Восток» служит российским полярникам уже очень долго, почти 50 лет. Но скоро здесь все изменится. На месте с занесенной снегом станции планируется установить современный зимовочный комплекс. В сезоне 2018-2019 был предпринят успешный экспериментальный поход на станцию с целью выяснить возможность доставки тяжеловесных грузов. Сами же грузы будут отправлены годом позже. Впервые подобный проект финансируется за счет частных инвестиций. Комплекс будет состоять из жилых модулей, медицинского корпуса с оборудованной операционной, лабораторий, зоны отдыха с оранжереей и тренажерным залом, электростанции и гаража. Новый комплекс будет занимать площадь 2500 квадратных метров и принимать на зимовку 15 человек. В летнее время здесь смогут одновременно жить и работать 35 полярников. Большое внимание будет уделено материалам, из которых будет построена станция. Основной упор будет сделан не только на их теплоизоляционные свойства, что, безусловно, в условиях антарктического климата крайне важно. Главное требование, предъявляемое к материалам станции, пожаробезопасность, чтобы исключить повторение трагедии, случившейся на Востоке в 1982 году. Апрель. Начало антарктической зимы. Полярника Алексея Карпенко будет встревоженный техник-механик. Пожар. Пожар на дизельной электростанции. Карпенко тут же бросается внутрь горящего здания, чтобы остановить дизель. В это время остальные зимовщики безуспешно пытаются потушить огонь. От огнетушителей на морозе толку мало. Дизельная станция сгорела дотла за 15 минут. Обгоревшие останки Карпенко нашли на следующий день недалеко от того места, где раньше находилась дверь. До выхода из горящего здания ему оставалось всего 2 метра. Нет дизель-электростанции, значит нет света и тепла. Очень скоро температура внутри станет такой же, как и на улице, а это под минус 80. Растопили капельницу. Это печка, работающая на солярке. Радиосвязи нет. До ближайшей станции Скотт-Амундсен 1253 километра. А впереди 7 месяцев зимовки. Починили старый дизель. Он давал 1 киловатт электроэнергии. Наладили радиосвязь, соорудили еще 5 капельниц. Они нагревали воздух в радиусе полутора метров, поэтому спать приходилось практически в обнимку с ними. Очень скоро лица полярников стали черными от копоти, а глаза красными от постоянной гари. Вокруг станции образовалось стойкое пятно сажей, которое было видно со спутника. Эта героическая зимовка продолжалась 227 дней. 23 ноября 10 тягачей и хорьковчанок добрались до востока. Прибывших вышли встречать далеко за пределы станции. В небо улетели все ракеты, которые были в запасе. Полярники радовались, как дети обнимались, колотя друг друга по спинам и плакали. Ежедневная работа. Слышим хруст, да? Такого хруста снега вы нигде не услышите, кроме как здесь. В зимовку обычно 300-400 килограмм снега в день. Сезон побольше, порядка 500-600. Мы находимся в хранилище. Раньше здесь была кухня, но со временем все устраивает, и кухню перенесли в другое место. Здесь градусов 70, здесь мы храним продукты. вот возьмем ягоды, газомарок, чистую для комфорта, возьму рис и возьму сухое молоко. История станции «Восток» — это история великих преодолений. В апреле 1956 года с побережья Антарктиды, со станции «Мирный» стартует первый санно-тракторный поезд. Они должны были пройти 1400 километров, но прошли только 375 и остановились. Вот так появилась станция «Пионерская». Еще через год на более мощных тракторах стартует следующий поезд. Они пройдут 640, и появится станция «Восток-1». И только в декабре 1957 года здесь оказались люди. Руководитель второй континентальной антарктической экспедиции Алексей Трешников, которого по праву считают основателем «Востока», выбрал для станции очень удачное место. Оказалось, что помимо геомагнитного полюса здесь же расположено уникальное подледное реликтовое озеро, обнаружение которого стало одним из величайших географических открытий 20 века. Первые бурения здесь начались в 1990 году, но вскрыть озеро удалось только в 2012. Озеро «Восток» занимает площадь 15700 квадратных километров. Это чуть меньше, чем площадь Ладожского озера. Оно уникально по многим параметрам, но даже без него станция «Восток» может считаться главной научной станцией в Антарктиде. Официальная дата, когда озеро «Восток» стало существовать на картах Антарктиды, по-моему, 1994 год, когда были первые статьи, опубликованные в международных журналах, и озеро «Восток» получило свои очертания на карте Антарктиды. Вот все узнали про то, что под четырехкилометровым панцирем ледяным существует озеро. А бурение-то было начато в 1970 году. И основная цель первоначально этого бурения состояла в том, чтобы изучить вообще строение ледникового покрова Антарктиды. У нас уже 22,5 метра. Пускаемся достаточно медленно, порядка 36 метров в час. Аккуратненько, тихо, без происшествий. Согласно современным представлениям ученых, лед копился в Антарктиде миллионы лет. По его составу можно определить, из чего состояла атмосфера нашей планеты в древности, выявить закономерности изменения климата, а значит, спрогнозировать будущее Земли. Вот это своеобразный алмазный фонд станции «Восток». Кстати, температура здесь минус 60 градусов. Вот это самый глубокий образец, 3769 метров. А вот это самый древний лед на Земле, добытый человечеством с глубины. Возраст этого образца 1 миллион 300 тысяч лет. Зачем нужны эти образцы? Зачем нужно поднимать керны на поверхность? А давайте мы вам расскажем поподробнее. Это не что иное, как погребенные древние осадки. Снег сверху выпадает, выпадает всего по 5 сантиметров в год снега, представьте себе здесь, на станции «Восток». И вот за сотни тысяч миллионных лет этот снег спрессовывается, превращается в лед, и свойства его не меняются. Мы можем этот образец льда достать, изучить его некие там свойства, и знать, какой был климат в далеком прошлом нашей планеты. Наверное, нет такого человека, который бы не слышал о глобальном потеплении. Научные данные, полученные на станции «Восток», убедительно доказывают, аномальное изменение климата на нашей планете идет полным ходом. Вот, скажем, климатическая кривая нашей планеты за полмиллиона лет. Вот температура как менялась, мы живем в теплой эпохе, вот была холодная эпоха 30 тысяч лет назад. Вот каждые 100 тысяч лет этот цикл повторяется. А вот, скажем, да, изменение углекислого газа и метана, наши основные парниковые газы. И вот видно, что когда у нас больше парниковых газов, у нас теплее, и наоборот, да? То есть парниковый эффект, он действительно существует, от него никуда не деться. И вот только по керну Востока, только по кернам Антарктиды, вот можно узнать, как менялось содержание СО2 в прошлом. Вот в таких пределах оно менялось, да? А сейчас у нас вот такой уровень. То есть только изучая керна, мы точно знаем, что вот современное содержание СО2 в атмосфере, оно абсолютно ненормальное. Оно абсолютно аномальное. И это именно вот то, что человек выпускает воздух. Вот это вот пойдет в скважину, на глубину, но мы попытаемся на 42 метра допустить. Насколько проработает? Как вы думаете, у нас что-нибудь получится? У нас, конечно, все получится. Такая конструкция нелепая, не может не работать. 5 февраля 2012 года на глубине 3769,3 метра наши ученые добурились до поверхности озера Восток. Нормально все едем, едем, едем. Полярники попросили нас опустить вглубь скважины наши камеры. Им было очень важно узнать, в каком состоянии находятся ее стенки. Сейчас вы сможете услышать звуки из глубины антарктического ледника. Это самая важная станция, я считаю, по всей Антарктике, из всех международных, американских, благодаря ее местоположению. Я думаю, что другие государства так с завистью посмотрят на этот Восток. Все. Сегодня 31 декабря, но даже в канун Нового года работа не прекращается. Геофизики, глицеологи, метеорологи, медики, механики, радист и повара заняты каждой своим делом. Но про новогодний стол здесь тоже не забывают. Посмотри на свет. Ну, в смысле, фужер, фужер, фужер. Встречают Новый год всегда все вместе. В этот раз, по вине нашей экспедиции, за столом стало совсем тесно, но от этого атмосфера в комнате стало только теплее. Дорогие друзья, прежде чем мы начнем провожать Старый год, позвольте, во-первых, присоединить к вашему шикарному столу наши скромные дары. Мы знаем, что у вас есть небольшой дефицит воблы. Это хорошее астраханское вобла. У вас есть небольшой дефицит сала. Это хорошее сало. У вас есть небольшой дефицит профилактических средств. Это хорошие профилактические средства. Мы их употребляли всю поездку, поэтому у нас никто не заболел. Из-за низкой температуры при недостатке кислорода обычная простуда может запросто обернуться пневмонией. Поэтому мы по-прежнему тщательно следим за здоровьем. Но самое главное, мы специально к этой экспедиции сделали реплику тех медалей, которые были у Беллинсгаузена и Лазарева. И мы с огромным удовольствием хотели бы подарить вам всем, без исключения, эти медали. Вот аплодисменты всех присутствующих! Эти серебряные медали в количестве ста экземпляров были отчеканены специально для первой русско-антарктической экспедиции. Награждать ими планировали, так сказать, коллег Александра Первого, вождей открытых земель и островов. Помимо медалей на борт погрузили весьма богатый ассортимент сувениров. Тысячу зеркал, пять тысяч иголок, десять гусарских курток периода войны 12-го года, 24 калейдоскопа и так далее, и так далее. Всего 62 позиции. Осенью 21-го года Беллинсгаузен и Лазарев снова в Антарктике. Замкнуть кольцо вокруг нового материка. На их карте появляются тщательно нанесенные два острова. Это первые русские названия Антарктиды. Остров Петра Первого, основавшего российский флот, и остров Александра Первого, снарядившего южную полярную экспедицию. Экспедиция, длившаяся 751 день, могла бы быть более успешной, если бы не абсолютная изношенность кораблей. В корпусах гниль. Команды вместо научных изысканий занимаются откачкой воды из трюмов. Беллинсгаузен принимает решение завершить путешествие на месяц раньше срока, чтобы не доводить до беды. Кстати, та самая беда могла произойти еще у берегов Антарктиды. Через две недели после открытия. В семь часов увидели в мрачности бурун, разбивающийся ужасным образом. Ветер стих, и ужасная зыбь бросала шлюпы со стороны на сторону, и приметным образом приближала нас к мели. Мы находились тогда от всего ужасного буруна, разбивавшегося подводные камни, около одной мили, и более часа были в опасном положении. От одного удара мы могли погибнуть, и место нашей гибели, может быть, осталось бы неизвестно. Фадди Беллинсгаузен Один! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Десять! Одиннадцать! Двенадцать! Ура! В Антарктиде можно отмечать Новый год двадцать четыре раза. Дело в том, что на полюсе сходятся все часовые пояса, поэтому разницы нет никакой. Там либо полярный день, либо полярная ночь. На станции Новолазаревская, например, живут по Гринвичу, на станции Восток по Новосибирскому времени, а на станции Амундсенскот, которая находится на полюсе, по Новозеландскому. Знаете почему? Потому что к ним самолеты прилетают из Новой Зеландии, им так удобнее. Мы встречали Новый год двадцать четыре раза. А может, меньше. Я не помню. Устали сильно? Впереди последний рывок. Тысяча четыреста километров до берега. Станция Восток для нас это был такой промежуточный финиш. Дальше уже там проще все будет. Дальше можно машины обслужить, дальше можно караваны перекомплектовать, все лишнее можно там оставить. Финальный марш-бросок к станции Прогресс только на первый взгляд может показаться несложным. Дело в том, что он пролегает по накатанной дороге, Зимнику. Дорога будет идти вниз, а значит, будет больше кислорода и двигатели, как и люди, не будут задыхаться. Так как мы приближаемся к побережью, на нашем пути вновь появилась серьезная опасность. Это многокилометровые трещины. Если следовать по дороге, их еще можно избежать. Но шаг влево, шаг вправо от проложенного маршрута и поминай, как звали. В январе 1940 года в Антарктиду прибывает американский супервездеход снежный крейсер, который спроектировали и построили всего за 11 недель. Длина 17 метров, ширина 6, высота 5. Каждая пара колес управляется отдельно изменяемый клиренс до полутора метров. На крыше место для самолета. Запас хода 8 тысяч километров. Запас продовольствия для экипажа из пяти человек год. Планы грандиозные. Снежный крейсер должен пересечь Антарктиду дважды крест-накрест, оба раза через полюс, а после объехать по побережью. И знаете, сколько прошел снежный крейсер по Антарктиде? 148 километров. Причем задним ходом. А вот вершина советской автотракторной эволюции. Штаб, радиоцентр, жилье, лаборатория под одной крышей. Вернее, на одних гусеницах. Вездеход «Харьковчанка». Этот уникальный вездеход был спроектирован и собран в Харькове весной 1958 года всего за три месяца. За решение задачи по созданию машины взялись конструкторы двух заводов машиностроительного в народе танкового и авиационного. Ходовая подошла от тяжелого армейского тягача АТТ. Правда, ее пришлось модернизировать. Двигатель форсировали, доведя его мощность до почти тысячи лошадиных сил, установили дополнительные топливные баки на 2500 литров солярки и увеличили запас хода машины до 1500 километров. Четыре «Харьковчанки» весом по 35 тонн каждая поступают в распоряжение полярников. Они могут вести за собой до 70 тонн грузов. И это настоящий прорыв. Харьковчанкам покорились все полюсы континента географический, геомагнитный и полюс недоступности. Полярники любили эти машины не только за универсальность, но и за надежность. Даже исчерпавшие свой ресурс вездеходы спустя многие годы простоя легко заводились на любом морозе. После ночной стоянки мы обнаружили в одной из наших машин серьезную неисправность. Двигатель заводится, но очень быстро начинает перегреваться. Мы пытаемся выяснить, в чем проблема. Температура опустилась. Она опустилась. Теперь печальная. Охлаждающая жидкость, рассчитанная на мороз до минус 80 градусов, неожиданно загустела и перестала циркулировать. Сгустки антифриза забили радиатор. Но у нас-то не занялось. У вас нет. Вы стояли под другим ракурсом к солнцу. Ветра такого же не было. Обычно перед ночной стоянкой мы разворачивали машины таким образом, чтобы радиатор оставался повернут к солнцу. Отсутствие серьезных проблем с техникой расслабило нашу команду. И радиатор вездехода в этот раз остался в тени. Всю ночь в него задувал ледяной антарктический ветер. Финский антифресс превратился даже не в кисель, а в стути. Мы отогреваем радиатор газовой горелкой. Делать это необходимо крайне осторожно, чтобы ничего не повредить. Мы разменяли последнюю тысячу километров на пути к нашей конечной цели полярной станции «Прогресс». Наш караван стал гораздо легче. На станции «Восток» мы смогли оставить сани и волокуши, пустые бочки, часть провизии и даже теплую одежду. Теперь все подчинено трем основным принципам скорость, экономия и вес. Надеемся за три дня дойти. Если топлива не хватит, то мы приняли решение слить все горючее в одну машину, которая дойдет до «Прогресса», а потом вернется за отставшей. Внезапно погода резко меняется. Видимость падает почти до нуля и вездеходы сбиваются с трассы. Давно съехали с дороги? Только что. А? Только что. Ну так надо вернуться по своим следам назад. Следы видно. Вась, дороги не видно вообще. А? Вообще дороги не видно. Белым глазом стало, мы там вынуждены были остановиться, чтобы видно ничего не было. Дорогу петляли там. Я терял дорогу несколько раз. Мы находимся посреди опасного участка, зоны гигантских трещин. Большая часть их известна, но иногда огромные ледяные разломы появляются в неожиданных местах. Двигаться дальше наугад очень рискованно. Дорогу хочу посмотреть. И что-то вообще ничего не вижу. Будем отдыхать, стоять. Время 8, предлагается поужинать, потому что мы только теряем время. Может быть, разлетняет и поедем быстрее. До станции «Прогресс» остается менее 100 километров. И рисковать нет смысла. Мы идем с опережением графика, поэтому принимается решение ждать, пока не наладится погода. А сколько времени? 7.15. Наконец Антарктида сжалилась над нами. Из-за снеговых облаков появилось солнце. Оказалось, дорога, которую мы потеряли из вида, находилась всего полукилометре от нашего местоположения. Послушайте, мы же совсем забыли рассказать вам очень важную вещь. Как в Антарктиде преодолеваются ледниковые трещины? Дело в том, что в глубине континента, на антарктическом куполе, их практически нет. Но чем ближе вы к берегу, тем чаще они встречаются. Их, как правило, заносит снегом, образуются такие снежные мосты. И на поверхности они становятся неразличимы. А провалиться туда может целый санно-тракторный поезд. Метод, о котором мы вам расскажем, существует уже, наверное, лет 70. Поскольку удельное давление на грунт наших емелей меньше, чем давление на грунт ноги человека, то наш автопоезд легко пройдет там, где пройдет человек. По глазам вижу, что не очень верите. Смотрите. Такое ощущение, что на ногу наступил ребенок средней упитанности. Берется наименее ценный участник экспедиции. Он надевает альпинистскую обвязку веревкой. Его крепят к бамперу машины. Он идет впереди со щупом, со скоростью где-то 5 км в час. Если вдруг он проваливается, автопоезд останавливается, а смельчака достают из трещины. Три четверти года дуют в Мирном ураганные ветру. Долгое время столицей советской антарктической экспедиции была станция «Мирный», построенная в 1956 году в самом неудачном месте из возможных. Станцию «Мирный» построили за месяц. Это был настоящий поселок. 21 здание, включая радиоцентр, магнитные и сейсмические павильоны, баня, прачечная, медицинский центр и, конечно же, жилые помещения. Это были первые шаги Советского Союза в изучении Антарктиды. И тогда же случились первые потери. Во время разгрузки корабля погиб 20-летний тракторист Иван Хмара. На кадрах хроники видно, как его трактор уходит под лед, выбраться Иван не успел. В память о нем на мемориальном острове у станции «Мирный» установили двухметровый камень-обелиск. В 21 веке работа за полярным кругом уже не кажется чем-то необычным. О героях-полярниках не трубят газеты и журналы, их ежедневный подвиг часто остается незамеченным. Только когда происходит что-то из ряда вон выходящее, мы вспоминаем, что Антарктида самый опасный для человека материк. За всю историю исследования Южного континента почти 80 наших соотечественников отдали свои жизни. Они тонули, проваливались в трещины, замерзали в пургу, гибли на пожарах и разбивались на самолетах. Один из самых трагических случаев произошел 3 февраля 1957 года. Во время разгрузки дизель-электрохода «Лена» огромный кусок ледяного барьера откололся и рухнул в море вместе со стоявшими на нем полярниками. Семерым из них удалось спастись. Ученик штурмана Евгений Зыков и гидрограф Николай Буромский погибли. В честь них назвали два острова. Один из них, остров Буромского, стал мемориальным. На антарктическом кладбище нет земли, только скалы. Поэтому хоронят здесь, в железных саркофагах. В случае, когда тело погибшего найти невозможно, делают условные захоронения. Надпись на одной из таких могильных плит гласит «Склоните голову, сюда приходящие». Они отдали жизнь в борьбе с суровой природой Антарктиды. До 2009 года снабжение станции «Восток» топливом и продовольствием шло при помощи санно-тракторных поездов со станции «Мирный». Но в 2008-м один из вездеходов провалился в ледяную трещину глубиной 28 метров. Водитель Дмитрий Ломакин погиб. Из-за ледяных трещин дорога стала слишком опасной, поэтому роль снабженца, а заодно и негласный титул столицы, перешла к станции «Прогресс». Она на 90 километров ближе к востоку, и там есть удобный и безопасный подъем на ледяной купол. Станция «Прогресс» строилась как основная база геолого-геофизических исследований. Она расположена в скалистой местности, ее никогда не заносит снегом. Среднегодовая температура воздуха на станции составляет минус 9,8 градуса. Абсолютный максимум плюс 9,3. На «Прогрессе» есть все условия для погрузки и разгрузки экспедиционных судов. Научно-экспедиционное судно «Академик Федоров» это настоящая антарктическая палочка-выручалочка. Этот корабль делает здесь все. Он привозит топливо, продукты, грузы. Ученых на антарктические станции высаживают экспедиции на отдаленных островах, прокладывает во льдах толщиной до 2,5 метров путь и при этом сам ведет исследовательскую деятельность. Потому что одних только научных работников по штату в экипаже 20 человек. Километр за километром мы едем по укатанной снежной трассе. Вездеходы на финишной прямой, дорога позволяет разогнать машины аж до 40 километров в час. Внезапно в замыкающей машине на полном ходу раздается громкий звук. Редуктор среднего моста развалился. А из-за чего это могло произойти? Это перегрузки. А этот ремонт какой сложности и сколько по времени? Денек, наверное. Серьезно? Надо все разбирать, полет снимать. Нет. Не можешь полностью разбирать. Это вот за 40 километров? Да. Ты сейчас шутишь или серьезно? Я не шучу, серьезно говорю. Ехать на одном переднем тоже можно. Сейчас с горки здесь, и расстояние очень маленькое. Сейчас будет активный спуск. И там сделать? Ну, боже. Не прогрессия. Ничего проблем. Как поддать? Все решают рискнуть. До прогресса всего 53 километра ровной дороги. Решено отключить сломанный мост и ехать только на переднем приводе. Ну-ка, пошевели. Подшипник на перегрузке. На него большая нагрузка на подшипник, на этот продавал. Отбор. Задний мост самый нагруженный. Кидай. Не проще все-таки от самого просто снять. К Васе идите. Разбирайте с Васей. Ко мне никто. Я занимаюсь этим. Не проще. Попадет снег туда. Все развалится. Потом те менять надо было. Николаевич, не развалится 40 километров. Зима, не лето. Грязи нет. Короче, решайте, Леш. Дай я тут разберу. Открутить шесть болтиков надо. Зездочка. И все. И закрутить. И собрать. И будет все правильно. Но надо понимать, что все запчасти в этой машине это все-таки бушные запчасти. Ресурс этих запчастей непонятен. Если было бы где-то случилось там, до востока, конечно, мы бы встали там. Эти шесть часов потратили бы там. Разобрали бы это. Поменяли бы. Чтобы уменьшить нагрузку на ходовую, из поврежденной машины выгружают лишние вещи и перекачивают даже остатки топлива. Вот здесь, чтобы это было раздражение, люди не походили. Но в 45 километров... Давайте накидывайте. Это даже называется и незакон подлости. Я даже не знаю, какой закон. Я даже готова пешком идти. А я на зеленой машине поеду. 45 километров. Не только люди вымотаны. Машины тоже на грани. Такие серьезные поломки свидетельствуют, что запас прочности наших вездеходов практически исчерпан. И остается лишь надеяться, что до финиша мы все-таки доедем. Два часа монотонной снежной трассы и вот уже наша цель. Антарктическая станция «Прогресс». Мы еще не осознали, что нам удалось невозможное. Новый рекорд для колесного транспорта в Антарктиде установлен. И это сделали мы. Я предлагаю вас встречаем сейчас по поэкции и решить, что мы делаем дальше. На какой технике добираемся дальше. Расскажу, какая нас впереди дорога ждет. Потому что мало ли вдруг что-то не хочет на вашем на последнем километре вам колеса подводить. Там большие уклоны. Скажем так, градусов процентов 40, наверное. Высота подъема метров 150. И два таких же скуста. Преодолеете. Крутые подъемы? Крутые подъемы. На самом деле, если тросик есть, мы его подстрахуем газончиком. У нас есть веревка. Финишная линия пересечена. Рисковать машинами на опасных подъемах нет никакого смысла. Но конструктор Емель Василий Елагин отказывается от помощи в буксировке. Он решает на своем вездеходе дойти до конца. И это решение едва не стало роковым для одного из вездеходов. Развернуло машину. Прицепы догнали вездеход. Слава Богу, ни одна вилка не сломалась цепная. Не надо возиться. Они есть запасные, но возиться не надо. Опасения полярников были не беспочвены. Понадобилось целых 4 часа, чтобы преодолеть расстояние от места нашего финиша в районе аэродрома до комфортабельных жилых корпусов станции «Прогресс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы дошли. 5519 километров. 34 дня. 33 ночи. Полюс недоступности, южный полюс, полюс холода, пройденные в автономном путешествии. Такого в мире еще не делал никто. И в ближайшее время, как нам кажется, и не сделает. Мы на станции «Прогресс», базовая станция российской антарктической экспедиции. Здесь есть возможность выдохнуть, помыться и готовиться к возвращению домой. Путь будет не близкий и не быстрый. Около недели нам лететь на перекладных самолетах, но это уже никого не пугает. Антарктида нас не отпускает. Вот уже неделю погода стоит нелетная. Зато есть время попрощаться с полярниками, которые до сих пор при каждой встрече поздравляют нас с пройденным маршрутом, с установленным рекордом и почему-то называют нас героями. Прощаемся мы с южным континентом, который, в этом мы убедились лично, всегда будет притягивать путешественников, искателей приключений и ученых со всего мира. Позади 200 лет открытий, и часть из них, как это не пафосно звучит, принадлежит нам. А что будет впереди? На этот вопрос ответят те, кто придет вслед за нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok